Всем здарова дорогие друзья, с вами как всегда Ник, мы продолжаем играть с вами в различные андроид игрушки И сегодня мы вернемся в Mortal Kombat Mobile, пройдем испытания на Джоне Кейджа из Kombat Cup На уровне сложности нормальной Поехали! Только бронзовый персонаж, серебро и бронза, только серебро В вашей команде должен быть только персонажей из преисподней И в вашем отряде должна быть Кесси Кейдж Окей Погнали, начнем с первой башенки, как обычно То есть, единственное, что не надо использовать Кесси Кейдж Так, я возьму, собственно, бронзу, как и говорится Возьмем Они поначалу, ну и пару спецназа, чисто так, чтобы было Поехали в бой, ящер, аштег, Ермак Чисто на пару боев буквально сыграем с вами за эту команду А дальше уже перейдем на более синергирующую друг с другом команду Это, кстати, испытание одно из самых сложных, по сути Вообще, испытаний Потому что оно одно из, скажем так, не из последних, но Перед последними было И у него была повышенная сложность Как видите, уже в первой башне у нас встречаются Серебряные персонажи на минимальном уровне сложности Это уже достаточно такая заявочка на некоторую сложность Не в каждом бою, конечно, они будут присутствовать Но в некоторых будут, это да Так, Они Веси Они, я вас понял Минус Они Ну, пока противники отлетают, в принципе, от пары-тройки ударов Это как бы естественное явление для нормального уровня сложности Но все равно они имеют все-таки побольше немного здоровья Чем персонажи в каких-то других испытаниях Не на много, то есть там буквально Ну, на пару-тройку сотен Но при этом чуть больше У нас еще есть, получается Сколько у нас вообще Кейси Кейдж? Давайте, пока мы не дошли до последней башни Почитаем, сколько у нас есть Кейси Кейдж в игре Так, ну, соответственно Серебряная Кейси Кейдж Это первая Кейси Кейдж Также есть Кейси Кейдж спецагент Это у нас Кейси Кейдж из пака за 150 душ Эксклюзивный перст, так сказать Я что-то три боя уже сыграл Я же хотел поменять этот ряд Давайте я сейчас сменю Пока не забыл снова и снова не продолжил играть в зоне Поехали, собственно, вот такая у нас будет Финальная команда для этой башни Так вот, о чем это я говорил Да, Кейси Кейдж серебро Кейси Кейдж спецагент Кейси Кейдж панк алмазный И еще есть Кейси Кейдж секретный агент Это эксклюзивный персонаж Который не выпадает из паков Он выпадает либо в магазине Либо за ежедневный вход В наградах Других Кейси Кейдж каких-то я не особо помню Поэтому я думаю, что их нету просто То есть всего четыре штуки В игре получается Жалко, что хотя бы не пять штук Чтобы мы не смотрели рекламу сегодня Видимо придется все-таки глянуть рекламу разок Потому что как ни крути Сами понимаете Я сейчас, кстати, все души Сливаю в этот В башне В башне серарио Уже прошел по 120 боев В каждой башне Больше даже 120 чем-то Как-то так Боссы, конечно, в фаталке жесткие Там на Начиная с 60-го боя Уже получается Я не помню, правда С 60-й боя прошел С первого или со второго раза Но вот 80-й Я точно прошел Со второго раза А 100-й 120-й Я прошел уже только С третьего раза С третьей попытки Потому что там идет реально Жесткие бои И так просто их не затащить Там очень сильные боссы То есть на порядок сильнее Чем в башне Линь Куэй И в башне Черного дракона были Там как бы фатальная сложность Она оправдана, скажем так Так, блокируем здесь Контер-атак Уони Ну и в принципе Пока мы идем Более-менее ровненько Неплохо Без каких-либо Трудностей Все дела У нас все Замечательно С вами получается Так, двигаем дальше Штекони Коталькан Интересно Будут ли В этой башне В последнем Бою Чистый Серебряный Отряд Было бы интересно Поиграть Именно против Фулл Серебра В последней В этой башне Какой последней Так что Разок Как я и говорил Придется все-таки Рекламку Посмотреть мне Ну естественно Для вас Я ее вырежу Не буду Заставлять Смотреть со мной Рекламу Ну здесь Как обычно Очередная победа Ничего собственно Такого А мы отправляемся С вами В следующий бой В следующий бой У нас Они Они Аштег И ящер Окей Ну погнали Посмотрим Из какого Они теста Ну здесь Чисто Бронзовый Отряд Поэтому Особо Не думаю Что они Что-то могут Сделать Кстати Смоука Добавили В игру Но при этом Ну то есть Не добавили В игру А добавили Возможность Получения Смоука Но пока Что только За донат И тем более Только в течении Одних суток Я не знаю Вроде бы Акция может быть Уже закончилась Может быть нет Но естественно Набор кстати Стоит примерно 800 рублей Ну 700 800 где-то так За 20% Шанс На Золотого Смоука Что Простите То есть По сути Чтобы 100% Выбить смока Ты должен купить 5 наборов Но и то Это не факт Что тебе он выпадет То есть Это просто Знаете По теории вероятности Типа 5 наборов Покупаешь И один из них Будет смок То есть Ты должен По сути Минимум Потратить Если считать Что набор Стоит 700 рублей Он стоит Чуть подороже Чем 700 рублей Вот Если считать Что по сути 700 рублей Стоит набор То чтобы получить Одно Одну карточку Золотого смока Тебе нужно Потратить 3 с половиной тысячи Просто вдумайтесь Это же дичь какая-то Аштег Кони ящер Погнали дальше Это какой уже бой Я что-то не посмотрел Даже Ну и ладно Ну и пофигу 3 с половиной тысячи За слияние Золотого персонажа Я очень надеюсь Что они добавят смока Не только за донат Но еще и Способ получить его Не знаю Хотя бы через наборы Ну или лучше Какой-нибудь ивент Там испытание С ним провести Или же Реально какой-то Новый ивент Сделать Как допустим С классическим Рептилией И с Этим С Шалканом Либо добавить Его не знаю За наборы В наборы Точнее Не в наборы А как это сказать Это называется Там В этот В магазин Войн фракции Вот Вспомнил То есть Магазинчики Я бы вот тоже За рубины Купил Тем более У меня сейчас Они начинают Уже скапливаться Их уже некуда девать Если бы они Обновили магазин Войн фракции Это был бы Однозначно плюс Они уже Один раз Его обновляли Почему бы Не обновить его Еще раз Правда Когда они Обновляли Они все Одного перса Добавили Это классического Эрмака Но могли бы И классического Смоука Тоже добавить Я не знаю Как разработчики Реализуют Бесплатный способ Получения Смоука Вряд ли будет В игре Такой персонаж Которого можно Получить только За донат Потому что Это Акция Скажем так За 700 рублей Это еще за скидкой Вы представляете То есть По сути Мало того Что вот Единственный способ Получения В течении Только 24 часов С момента скидки За 700 Или 800 рублей 20% шанс На золотую Карточку Смоука И как бы И все Я что-то не верю В том Что они так Реально Это оставят Наверняка Они должны Что-то сделать Не должны Какой-то Не знаю Ивент Добавить Его в набор Не знаю Хоть что Сделать Но Добавить Смоука На самом деле Меньше всего Мне хочется Чтобы его Добавили в наборы Серьезно Потому что Ну задолбали уже Новые наборы Тем более Тратить души на персонажи С золотыми На золотых персонажей Тем более Если они добавят набор Скорее всего Они сделают Этот набор Классическим И там будет Допустим Скорпион И Саб-Зиро Классические Которые у меня Уже давно На десятом слиянии И мне только Открывать эти наборы Чтобы получить Только Смоука Ну Это такое себе будет То есть Мне придется Реально много душ Потратить в никуда Ладно Так или иначе Мы переходим дальше Только серебряные Бронзовые персонажи Вторая башенка Поехали А еще кстати Есть одна такая Знаете Небольшая инфа Короче Вторым Добавленным персонажем В игру Тоже В файлах игры Он есть Но он еще не доделан В отличии от Смоука Если Смоук уже Типа Сделан полностью То этот персонаж Он Недоделанный Видимо в файлах игры лежит Судя по Обзорам Которые на него записывали Выцепляли его Файлы игры Из файлов игры Так Давайте я возьму Здесь пожалуй Что-то я забыл Что я хотел А да Я хотел взять Эштека и Каталькана Точно Так Эштег сюда Чисто на пару боев Опять же берем этот ряд Ничего такого Так вот Второй перс Это у нас Новый Терминатор Терминатор Защитник И Собственно Его пассивка Будет как-то Комбинироваться С любыми вообще Персонажами В отряде Потому что он Из названия Следует Будет защищать Персонажей От спецприемов И Сокращать урон От этих спецприемов Видимо Либо Перенаправлять его На терминатора На самого Точно не знаю Как это будет работать Как-то так У него пассивочка Работает Но она еще не работает В том-то и прикол Что даже чуваки Которые вытащили его Из файлов игры И поиграли за него Они Как это сказать-то У него не работает Короче Это пассивка Пока что Точно так же Как у него не работает Его рентген То есть При По-моему Возможно При том Когда персонаж Делает рентген На терминаторе Игра просто Либо вылетает Либо Перезагружается Как-то так Это Сейчас работает То есть Персонаж Явно видно Что еще Не доделан То есть И надо еще Какие-то правки Вносить Чтобы он стал Играбельным Потому что сейчас Он сломанный В игре Валяется Как бы Я не думаю Что терминатора Добавят В какое-то Ближайшее время Скорее всего Его добавят Ближе к осени То есть Сейчас у нас Лето еще Конец второго Месяца Лето Но скорее всего Они добавят его Реально осенью Так Я сыграл два матча Да я сыграл два матча Давайте я заменю Тогда команду Поставлю сейчас Себе во главе Скорпиона И соответственно Каких-нибудь Мастеров Одиноборств Возьму Монаха Возьму Саб-Зиро Потому что Остальные мастера Одиноборств Мне пригодятся В третьей башне И погнали дальше С вами Пилить Короче Противников Причем Причем Только второй Спецприем Терминатора Защитника Будет отличаться От Основного Скина Терминатора Плюс еще Один Добивающий Комбо Удар Будет Немножко По-другому Выглядеть И все В остальном Это будет Тот же самый Терминатор Как и есть Тот Который в игре Многие этим Негодуют Этим Этому Типа что Нафига Еще один Терминатор Лучше бы Смоука Там добавили И так далее Не знаю Мне персонаж Понравился Он достаточно Стильно выглядит То есть Он реально Классно Выглядит Ну конечно Я бы больше Был рад Тоже видеть Смоука В игре Ой не Смоука Этого Как его Ну басайба То вот Я что-то Спутал Немного Персов Так вот Нубсайбота Я жду Гораздо Больше Чем Любого Вообще Другого Персонажа Тем более Кстати Нубсайбот Победил В голосовании На того Персонажа Которому Вы хотели Выйдеть В мобильном МК Но при этом Разработчики Решили Выпустить Вместо Этого Смоука И гребаного Этого Терминатора Причем У Смоука Там Спецприем Стоит От Риборга Смоука И От Этого От Кого-то Еще То есть У него Даже Спецприемы Не свои Они Заимствованные И Рентген На самом Деле Хоть и Говорят Что Типа Это Рентген Из Восьмой Части Мортал Комбата Ой Девятой Девятой Части Да Мне Он Вообще Не Понравился То есть Рентген Смоука Ну Какой-то Знаете Посредственный Какой-то Некрасочный То есть Ну Блин Он Слишком Отстойный Я бы Не Знаешь Не Что Сказать То есть Нету Никакой Зрелищности В нем Вообще Я понимаю Что Мобильная МК Не Изобилует Какими-то Особо Зрелищными Рентгенами Но Даже Вот Среди Всех Этих Незрелищных Рентгенов Рентген Смоука Выглядит Ну Одним Из самых Худших Скажем Так Реально Не Самый Но Один Из самых Худших Разработчики Конечно В этом Плане Что-то Совсем Обленились Это Да Возможно Это Штат Сотрудников Сейчас Гораздо Меньше Многие Из Сотрудников Ушли Из Разработки И Сейчас Всем Заправляют В основном Микпэк Как Я Понимаю Поэтому У них С этим Все Печальненько То есть Ну Вы Сами Понимаете Лень Самих Разработчиков Добавить Персонажа У которого Спецприемы Похожи На спецприемы Других Персонажей Просто Перекрасить Его То есть Смоук Классический Это что По сути Это тот же Саб-Зиро Это тот же Классический Скорпион Просто Перекрашенный В серый Цвет Вот вам Весь Смоук Как бы Первый Спецприем У него По-моему Ну Как у Скорпиона Че я могу Второй Как у Триборга Смоука И как бы Толк Толк То какой То есть Че нового Мы видим Рентген Посредственный Достаточно Скучно Выглядящий Тот же Терминатор Защитник Это просто Ну чуть-чуть Переделанная Моделька Основного Терминатора И все То есть Разработчики Ленятся Добавлять Что-то Новое Они берут Просто Перекрашивают Чуть-чуть Заменят Там Выдрут Из одного Спецприема Персонажа Ставили Другого И может быть Там Если Что-то И хорошо То они Может быть Там Второй Спецприем Сделают Чуть-чуть Уникальным Там Да Но Даже Вот Если Если Сравнить Допустим Персов Каких-нибудь Более Старых Игра Что с тобой Не так Ну давай Быстрее Думай Короче Если сравнить Каких-то Персов Которых Добавляли Раньше Ты Их Добавили Ты смотришь И у них Отличаются Реально Спецприемы И спецприемы Которые Добавляют Они выглядят Ну красочно Реально Взять Того же Допустим Я не знаю Ханзо Да Взять Какого-нибудь Такеду Которого Добавили В игру То есть Добавляют Что-то Новое Фредди Крюгер Джейсон И Вурхиз Это все Было Круто Это было Вот Когда Это Добавили Это все Смотрелось Просто Крайне Замечательно Сейчас же Ну Добавляют Персов И как бы Никакого Блин Разнообразия Во-первых Да То есть То есть Да Типа О Смок Новый Персонаж Типа Да Но Блин Он Слеплен Просто Из Кусков Других Персонажей Вот И весь Смок Блин Вам То есть С ним Нету Ничего Какого-то Особенно Уникального Как И Говорю Те же Комбо Те же Спецприемы Содраны Из Других Просто Персонажей Че-то Там Запаривается Над Пассивками Какие-то Особые Пассивки Выдумывают Но Они Очень Ограничивают Персонажа В Выборе Команды Смок Должен Сочетаться Как я понимаю С классическими Персами Поехали Дальше Это у нас Собственно Рептайл Ой Не рептайл А ящер А вот Собственно Рептилия Давайте мы Еще от Они Избавимся Поехали дальше Че я могу Сказать Следующий Бой у нас Против Ваштека Девора И Они Окей Ну поехали Как бы В основном Все что я хотел Сказать Я вроде бы Сказал Насчет Именно Новых И нововведений Вот могут же Они Могут же Что-то прикольное Придумывать В том числе Допустим Придумали Бруталку На всех Скорпионов Достаточно Прикольную То есть Конечно Это выглядит Не так Зрелищно Как допустим В Как сказать Компьютерной Версии Ну и понятно Почему Ну Да Конечно Можно было И для мобильной Сделать Гораздо Красивее Но Как бы Даже Несмотря на то Что это Выглядит Не так Чтобы Прям Красиво Но блин Вот эти Вот Догонять Сбежавшего Персонажа Очень клевая Способность Может быть Она и задействует Старую Механику Но При этом Это выглядит Топово И вот Это вот Бруталити У Скорпиона Тоже Выглядит Топово И вот Эти шарики Которые Вокруг Персонажа Летают Тоже Как бы Достаточно Забавно Выглядят То есть Разработчики Это по сути Могут делать Что-то новое Что-то Красивое Что-то Особенное Но при этом Почему бы Не добавить Какого-нибудь Нереально Нового Персонажа Да не важно Кого там Даже если Не нуб Сайба Так хотя бы Шансунга Добавьте Я не знаю Там Добавьте Из Босса Финальной Десятой Или девятой Часть Я не помню Где огненный шинок Такой был В общем В виде демона Тоже прикольно То есть Кого еще Синдал Добавить Я не знаю Там Да хоть Вот этого Как его Фуджина Или как его Зовут Чувака Который Ветром Управляет Я уже не помню То есть Нового Шаокана Добавить Допустим Почему бы Не добавить Нового Шаокана Ну Шаокана Это топовый Персонаж То есть На него ухота За реликвием Является Символом По сути Mortal Kombat А почему бы Не добавить Его в новом Костюме Из МК11 Было бы круто Тоже в виде Алмазки И я не знаю Сделать бы Какой-то новый Вентом На него Да Или типа Того Либо просто Добавить Как алмазного Перса Я был бы рад Увидеть Шаокана Как Сильнейшего Персонажа В игре Серьезно Вам говорю Так 20 тысяч Монет Мы получаем Замечательные Вторая башня У нас уже Пройдена Мы переходим К третьей Только серебряные Персонажи Просто Ну знаете Столько вариантов Кого можно Добавить Я не знаю Там Ну можно Вот Найтвульфа То есть Ночного Волка Добавить Да все Что угодно Можно было Добавить Но Разработчики Что-то думают Да Не Зачем Вот Надо Смоука Добавить Какой Нахрен Смоук Его не было Нигде Почти Последнее Время Почему У них Вдруг Возникло Желание Добавить Смоука Для меня На самом деле Непонятно Наверное Из-за Леней Потому что Смоука Делать Легко Было Так Давайте Возьмем Джонни Кейджа И возьмем Собственно Я даже не знаю Кого еще Взять Можно Джакса Брикса Фермера Впринципе Взять Кейси Кейдж Нам пригодится Для последней башни Ну погнали Блин Надо было Сначала За Ермака Сыграть Я что-то Сразу Соню Выбрал Ну ладно За Ермака Потом Где-то В середине Башни Сыграем Пока что За Соньку Поиграем То есть Столько вариантов Кого можно Добавить В игру Взять Тех же Допустим Да Когда Добавили Допустим Персонажа МК-11 Того же Саб-Зиро Того же Скорпиона Да Даже Несмотря на то Что это Очередной Саб-Зиро Был И очередной Скорпион Которых в игре Уже дофига Но блин Эти персонажи У них И боевка Особенно Не такая Как у других Скорпионов Так Девора Ермак Каталькан Окей Погнали Саб-Зиро Вообще Полностью Не связан Никак с другими У него и Комбинации Обе Нет Других Саб-Зиро У него и Спецприем 1 И спецприем 2 Тоже выглядят Совершенно по-другому У него бруталка У первого Появилась в игре У него там Я не знаю Вообще Много Все Короче То есть Полностью Как будто Даже не Саб-Зиро Вообще Какой-то Новый персонаж Был добавлен В игру Скорпион Тоже выглядит Красочно Играется Красочно Некоторые Считают Даже сейчас Самым лучшим Вообще Персонажем В игре За которого Приятнее Всего играть И так далее То есть Разработчики То по сути Могут Что-то делать Но че же Они добавляют Вот Смоука И Терминатора Почему бы Не добавить Реально Что-то новое Этого Я не понимаю Тем более Добавить Смоука Который По сути Является Склеенным Из других Персонажей И при этом Первым же Разом Как только Он вышел Сразу Выпустить Его за деньги Это Это вообще Это просто Капец Ну поехали Как говорится Хотим денег Но не хотим Работать Если бы Они этого Смока Сделали Какими Вы знаете Супер Меган Там Супер Пупер Крутым В плане Визуально И Спецприемы Сделали бы Суму Оригинальный И вообще Сделали бы Перса Оригинальным По максимуму То Никто бы Им и слова Не сказал Если бы Они выпустили Его за деньги Хотя С ценой Они тоже Конечно Заломали То еще То еще Суму Тем более Учитывая Что Смоук Это только Золотой персонаж Ну За Соньку Играть Достаточно Просто Как вы Видите Я думаю Она Очень Быстро Имеет Комбинации Очень Быстро Справляется С Противниками Так как Это у нас Нормальный Уровень Сложности Здесь Особо Комментировать Насчет Боев И нет Никакого Особо Смысла Сами Понимаете Здесь Сет Летают Достаточно Быстро И Достаточно Легко Так Последний Бой за Соньку Дальше Наверное За Армака Надо будет Отыграть Пару матчей А потом Уже Возьмем Финальный Отряд С Кеншей И так далее Последнюю Башню Будем проходить За Кесси Ну и Предпоследнюю За персонажей Из преисподней Золотых Алмазных Я думаю Нам хватит Этих персов Потому что Там всего-то Надо 9 персов А их Больше 9 Это уж точно Минус 1 Минус 2 Не знаю Зачем я жму Блок В принципе Соня Может и не Через блок Играть А просто Пушить Противников Вряд ли Кто-то из них Будет успевать Ее ударить Хотя Может и будут Успевать Некоторые Так Давайте Мы Сменим Себе Отряд Собственно Возьмем С вами Ермачевского Возьмем Котоля И Я не знаю Кого-нибудь Типа Рептилии Либо же Не Давайте Китану Возьмем Как-то Так Поехали Ну я буду Надеяться По крайней мере Что они Выпустят Реально Смука За бесплатно То есть Возможность Бесплатного Его получения Ах ты Засранец Минус В этом Что я Когда играю Я постоянно Пальцем Правой руки Пальцами Загораживаю Шкалу силы Соперника Потому что Я жму Примерно На центр Правой части Экрана Поэтому Я не вижу Шкалу силы Соперника Я могу Конечно Делать так Чтобы Не знаю Там Допустим Погнали Покадраться Допустим Поднимать Указательный Палец Да И Нажимать Чисто Средним Но Я Делаю Это В основном В войнах Фракции Где надо Следить За этим А испытания Где не надо Следить Я Часто Расслабляюсь И Просто Не смотрю Нужка У силы Соперника И Иногда Это Приводит Тому Что я Могу Пропустить Спецприем От кого Нибудь Не Увидев Так Теперь Разбираемся С Деворой Ну Как видите Ермак Медленный После каждого Убийства Противника Он получает По щам Но Тут Как бы Ничего Не Поделаешь Он Просто Физически Не успевает Ни контратаковать Ни поставить Блок Поэтому Как то так И получается Давайте Мы возьмем С вами Кенши Сейчас И Соответственно Отряд Из Мастеров Одиноборств И Спецназа Так Нам еще Понадобится Спецназа Из какой Нибудь Давайте Я возьму Джакса Наверное Ага Восьмая Битва Один из Спецприемов Недоступен Буду Иметь В курсе Иметь Ввиду Точнее Не Иметь В курсе Поехали Минус Котль Вот Кенши Надо Ставить Блок Но При Он успевает Блок Ставить В отличие От Того Ж Ермака Ему Надо После Убийства Каждого Пятства Так Как Он Сам Медленный Ставить Блок Но При Этом Он Легко Справляется С этой Задачей В От Ермака 7000 Монет Получаем За Прохождение Души Нам Пока Еще Не Сыпят Как Я Понимаю Но Уже В Двенадцатом Бою Насыпят Немного Душ Сейчас У меня Все Души Пока Уходят На Именно Башню На Башни Точнее Сейчас Две Башни Серарио Мне Кстати Из Карточек Упало Три Колокола Подряд Да Зеленая Карточка Потом Еще По моему Два Раза Свитки Упали Тоже Зеленая Карточка Клинки Мурамаса Или Как там Они Называются Ну короче Клинки Для Бруталки Скорпиона Оружие Две Катаны И Еще Мне Вупала Одна Синяя Карточка На Люкана Люкана Я не помню Как она Называется Но короче Там на этой Карточке Сам Люкан Изображен Как-то Так Типа Для Бруталки Тоже Одна Из частей И Все То есть Две Синие Сколько Там Пять Зеленых Карточек Причем Даже Не все Выпали А только Свитки И Это Мне даже Монета Не дропнулась Ни разу Хотя Многим Она очень Часто Выпадывает Ни одного Эпика Как обычно И это Вот смотрите За 120 чем-то Боев Причем Одна карточка Синяя 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 Получена Потому Что Ее Получают Все Кто Пройдет 110 Бой Она Гарантированно Падает В 110 Бою И Наверняка Несколько Зеленых Карточек Тоже Получены Только Потому Что Они Гарантированно Падают В каком-то Из Боев То есть Там Именно Нет Такого Гаранта Что Тебе Выпадет Именно Определенная Снаряга Там Видимо Там Есть Гарант Того Что Выпадет Допустим Именно Либо Необычная Либо Редкая Снаряга Также Думаешь Что Наверное За 200 Бой Фатальной Башни Должна Быть Гарантированная Эпическая Снаряга Как я Понимаю Поехали В бой Минус Котль Минус Диворка Ну и Собственно Ермачевский Мы тоже Быстренько Разбираемся Но Боссы Конечно Там Фатальной Башни Реально Жесткие Начиная С 60 Боя Это Просто Идет Дичь Я боюсь Даже Представить Что Там Будет На 140 160 И 200 180 И 200 Боях Это Вообще Должно Быть Что-то Ужасное Потому Что Сейчас Допустим На 160 Бою Противники Практически Как На 200 Бою В Башне Тремора Ну Практически Да То есть Вы Сами Понимаете Насколько Там Дичь Сейчас Происходит Так Блокируем Затем Убиваем Рептайла И Третья Башенка У нас Тоже Пройденная И Наконец То Души Да Благодарю Сюда К Папе Наборов Сейчас Все равно Особо Топовых Нету Кроме Как За 375 Душ Набор С персонажами МК-11 Который Скорее Всего Потом Станет Либо Дороже Либо Вообще Уберется Из игры А я Его Не покупаю Потому что Мне нужны Души Для Башни Хочу Хочу Побыстрее Побыстрее Побольше Ее В этот раз Обычно Я никуда Не спешу Сейчас Просто Знаете Ну Просто Хочется Именно Пройти Башню Быстро И Получить Хотя Все Эпические Карточки Хотя Эпика Я вам Так Скажу Сейчас Не Три Как Обычно Там Было В башнях А Четыре Хотя Может Быть И Четыре Было Их Я уже Не Помню Может Да 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 Возможно Их Четыре Было Хотя Или Три Я Не Помню Реально Не Помню Так Ладно Собственно Здесь У нас Должны В отряде Персонажи Из преисподней Поэтому Отрубаем Фильтр На Серебро Ставим Фильтр На Золото И Алмаз И Ставим Фильтр На Логично Что Персонажи Из преисподней Нет Это Старшие боги Меня это не особо Интересует Мне нужна Преисподняя Так Вот Вот они Собственно Есть Такие Красивые Стоят Персонаж МК-11 Скорпион У нас Быет В последней Башне Остальных Можно В принципе Юзать В любой Башне Так Шинок Мелина Вампирша И Скорпион Классический У нас Есть Давайте Начнем От Скорпиона Классического Играть Так И нам Понадобятся Еще Какие-то Два Перса Давайте Возьмем Слэшера И Неостановим Джейсона Вурхиза Поехали У меня Кстати Персонажи Преисподней По-моему Джейсон Они хуже Всего Прокачаны Среди Золотых Алмазных Карточек Потому Что Они Редко Бывают В паках И Только В паках То есть Их Просто Так Откуда-то Выбить Практически Нереально Можно Конечно Наверное За славу Как-то Получить Я видел Что Кому-то За славу Падали Джейсон Ну Именно Вот Джейсон Слэшер Так Минус Девора Минус Котль Блин Какие же Быстрые Комбинации У Скорпиона Это Просто Дичь Он Очень Быстро Всех Выносит Может Мне Даже За него Сыграть Все-таки Пять матчей А не два Как я Планировал Изначально Так Поехали Дальше Котль Девора Ермачевский Ну Поехали Хотя Вот Девора Его Конечно Оспело Ударить Но Это Мелочи У него Блин Очень Быстрая Боевка Нет Я Хочу Из-за него Все-таки Пять Матчей Пройти Потому Что Ну Скорпа Реально Быстрая Боевка И он Себя Очень Неплохо Показывает В Испытании Следующий Бой Ермак Коталькана Рептайл Окей Поехали Здорово Дядя Ермак Как ваши дела Минус Один Минус Два Минус Три Блин У него Такие Быстрые Комбинации Мы просто Проходим Каждый Бой Не знаю Буквально Чуть ли Не за Три Секунды Это Очень Быстро У него Еще такая Маленькая Пауза Между Комбинациями Накопление Силы Замедлен Ну Ладно Это Меня Не особо Беспокоит Поехали Учитывая Что Спец Приема По сути Воспытания В этом И не использую Вообще Практически Поехали Разнесем Рептилию Затем Ермачевского Так И у нас Остается Только с Деворой Разобраться Изи Бризи Лимончик Сквизи You talk too much Я знаю Скорпион Я много Говорить Люблю Да И по делу И не по делу Развивай Общение Учи с языком Я не знаю Че ты Talk too much Вот это вот Начинается Вот это вот Необразованный Скорпион Короче Ханзо Поехали Следующий матч У нас Пятый Первое ограничение Было пройдено Я даже не обращаю Внимания Сейчас на особое Ограничение Так как Ну противники Реально Слишком слабы Чтобы обращать На это внимание Вот на уровне Сложности Сложный Мы уже Заметно Увидим Различия В сложности Испытаний Это я вам Гарантирую То есть там Прям будет реально Чувствоваться Что это Высокий уровень Сложности А не Какая-то там Шляпа Так Собственно Теперь нам нужно Заменить с вами Отряд Поэтому давайте Поставим Что-нибудь такое Давайте вот Эти пару парней Поставим И логично Еще возьмем Следующего Атакующего Перса Это будет Мелина Возможно За нее мы Сыграем Тоже Пять матчей В зависимости От того Насколько Будет хороша Или плоха Ее боевка Но у Шинака Тоже знаете Боевка Не особо Блещет Поэтому Наверное У Мелины Все-таки Получше Немного Будет Но посмотрим Посмотрим Собственно Она по-моему То, что он По щам Получает За каждую Комбинацию Которую Проводит Так или Иначе Увидим С вами Все Сейчас Поехали Собственно Против нас Коталькахен Коталькахен Так Дальше Выходит Ермачевский Но с ним Мы разбираемся Достаточно Просто Зивора Просто Попалась Под продолжение Комбинации Ну знаете Мелина Вроде Наверное Получше себя Даже будет Показывать Чем Ермак Ой не Ермак А как его Шинок Поэтому За Шинока Шинока мы оставим На десерт То есть На последние Два боя Хоть у него И самые высокие Статы По атаке Среди Персонажей Преисподней Золотых Хотя не знаю Может быть Джейсон Вурхес Будет иметь Больше атаки Хотя не Маловероятно Джейсон Это вообще Не перс Про атаку Он По живучести В основном Вряд ли У него будет Больше атаки Чем у Мелины Ой чем у Шинока Вообще Больше всего Атаки Имеет Классическая Мелина Но она не является Персом Из преисподней А именно Среди персов Из преисподней Шинок За мстительность Занимает Первое место По атаке Так Изи бризи Победа Двигаем С вами дальше Восстановление Восстановление Враги постепенно Исцеляются Рептилия Ермак Зивора Поехали Тем более Я хочу Потратить души На башню Именно потому что Ну знаете Потрачу я там По 4000 душ На каждое Прохождение Максимум Причем Да Но при этом Я получу Гарантированно Две Ой Три Три Алмазные Карточки То есть Одну Алмазную Карточку Дают за Сотый Бой Фаталки И по Одной Алмазной Карточке За Двухсотый И В обычной И двухсотый В фатальной Башне Бой То есть Сами понимаете Это достаточно Выгодно Получается То есть Для того Чтобы выбить Там одну Какую-то Алмазку Да Определенную Или просто Неопределенную Вам нужно Потратить Гораздо Больше Чем Две Тысячи Душ К примеру Да А тут Три Алмазки За Четыре Тысячи Душ То есть Получается Тысяча С небольшим На Одну Алмазку Уходит И при Всем этом Вы еще Получаете Карточки Снаряги Вы получаете Монеты Вы получаете Персонажей И Золотых Помимо Алмазных Каждый Там Двадцатый Или Тридцатый Бой В одной Башне Двадцатый В другой Каждый Десятый Тридцатый Каждый Тридцатый Бой По-моему Точнее Не каждый Тридцатый Там идет С тридцатого Потом Пятидесятый Вроде Потом Семидесятый Ну и так далее Как-то так Вроде Это работает Но это не точно Я не помню точно Как там Правильно Это Система у них Ну так или иначе Я думаю Вы поняли Че Я имею ввиду Примерное Так Десятый Бой У нас Каталькан Рептилии И Кто-то Там Еще Ох Хорошо Просто знаете Что меня разочаровало Когда в прошлый раз Я играл в ЧД Я пропускал Очень мало боев Я не собрал Бруталку На Кабала И это было обидно И сейчас Я именно трачу души Чтобы собрать Уже бруталки Для всех персов Потому что Эпика На Один больше То есть Раньше было 3 Сейчас их 4 И Пока что Мне не выпал Ни один Один выпадет За 200 Бой Как я понимаю В башне Фатальной Скорее всего Для скорпиона Именно выпадет А не для Какого-то из других персов Но может быть и рандом Будет Черт его знает Как бы Если будет рандом Будет классно Тогда я смогу выбить Все пики Ну с большой вероятностью Если мне повезет Конечно Так Давайте возьмем шинока Кстати Не так много персов Вообще Из преисподней В игре Да Причем Большинство Из них Сейчас среди Алмазных персонажей Ну или половина Как минимум Как-то так Это работает Поехали дальше Ермак Девора Коталькан Чисто Два боя Осталось нам Завершить За Ермака И дальше Можно будет Переходить Уже к финальной Пашне Наконец-то Я перестану драться Против серебряных И бронзовых Персов И уже подерусь Наконец-то С голдой А то с серебром Драться Ну скучнейшее Занятие Конечно По большей части Мы только и делали Что дрались С вами эти башни С серебром И до сих пор Это продолжаем делать Нас уже разрешают Использовать Золотых персонажей Мы все еще С серебром Деремся Но на уровне Сложности Сложной Уже такого не будет Потому что Там уже В четвертой башне К примеру Будет Два золотых персонажа И один серебряный А на нормальном уровне Все таки Один только Персонаж Присутствует Ой На нормальном уровне Сложности Все три персонажа Серебряные В четвертой башне Так Ну и последняя битва Рирмак Рептилия Ой И Каю И кто-то еще А вообще Сам по себе Персон Которого мы сейчас Проходим испытания Именно Джонни Кейдж Комбат Кап Очень крутой персонаж Он зачастую В соло выносит Трех персонажей Противника В военных фракций Я вам потом покажу Собственно Свою сборку На него И так далее И тому подобное Так Диворка Ермачевский Получай Изи Бризи Поехали дальше В комбат Кап Создать Создать Убираем сразу же Все фильтры Они нам больше Не пригодятся Так Активные фильтры Мы сбрасываем Сбросить Ставим только фильтр На золото На серебро И на алмаз Серебро Мелина Мелина Классическая Отряд Чтобы было Давайте мы возьмем Будем прокачивать Собственно Скарлетов И поехали Сначала Сыграем За Скарлет МК-11 Против чернокнижника Кончогни Кулакилюкана И классического Скорпиона Поехали Нам понадобятся Четыре персонажа Для прохождения Этой башни Начнет Башни Начнет ее Конечно же Проходить Наша Мелина Хищная Потом Пойдет У нас Собственно Два перса Из МК-11 Это Скорпион И Саб-Зиро Ну А дальше Собственно Да Дальше У нас Будет драться Этот Шаокан Блин Прикольно Уже испытания Прохожу практически Фулл Алмазным отрядом Еще бы Пятого перса Выбить Алмазку Среди Самых сильных Моих персонажей Набрать То есть Именно по статам Какую-нибудь Дамажную алмазку У которой много Единиц атаки И тогда Можно будет Уже Собственно Проходить испытания Чисто алмазными Персонажами Было бы забавно Но блин Конечно То что мне Мне кстати Эта милина Выпала за сотый Бой Фатальной башни Если что То есть Я не из пака Выбил А именно Она выпала Из башни Еще бы Слияниться На нее Опа Десяточка Будет Красота Ох Хорошо Так Как Я прям Чувствую Это уже Как будто Она мне Выпала Блин У меня Теперь И Джонни Кейджа Тоже Охотника На нежить Или же Как он Сейчас Называется Джонни Кейдж Ударной Группы Тоже Хотелось Бы Выбить То есть Тоже Офигенные Персы Тоже Девятого Слияния У меня Зараза Но у него Конечно Атаки Гораздо Меньше То есть Если сравнить Милину 64 тысячи Атаки Против 48 или Понимаете Какое Различие В статах Иногда Бывает Алмазок У Милины Конечно Здоровья Мало Но при этом Не так Мало Чтобы Был Такой Сильный Разброс По статам Все равно Добиваем Собственно Джейсона Вурхиза В третий Раз И отправляемся С вами На следующие Бои Это был По-моему Третий Бой За Милинку Или второй Подождите Вполне Возможно Что второй Был То есть Сейчас Может быть Будет Только Третий Так Сейчас Я возьму Кое-чего Собственно Я здесь Вроде бы Вроде бы Успел Вернуться До того Как начал С собой Ну И мы Собственно Продолжаем Поехали Против нас У нас Тяжелое Вооружение Джакс Блин Жирный Засранец Еще и блок Поставил Здесь Я блок Не успеваю Поставить Но вот Боевка У Милины Не самая Лучшая Скажем Так Именно В плане Если ты играешь Ей без Блокбрейкера Во-первых И во-вторых Она предназначена Больше Все-таки Для Именно Выхода На поле Боя И затем Прожатие Второго Спецприема Тогда Да А потом Наверняка И нужен Будет Блокбрейкер Для Собственно Обычных Атак Потому что Основные комбинации У нее После каждой комбинации Она открывается Для удара И по ней Наносит удар Который Вы практически Не можете Заблокировать Так Давайте Соберем Следующую Команду Я возьму Сейчас Терминатор Не Давайте Еще одну Скарлетт Пока возьмем И Также Я бы Хотел Взять Саб-зиро Да Давайте Возьмем Саб-зиро Также Я возьму Собственно Непосредственно Кейдж Кейси Кейдж Давайте Возьмем Ударной Группы Она у нас Первого слияния Всего Ну и погнали Следующую Тройку Боев Играть Именно За Нее Хотел бы Я себе Отряд Ударной Группы На Десятое Слияние Но Столько Еще То есть Помимо То что У меня есть Джонни Кейдж Девятого Слияния Но при Этом Кейси Первого Да Вы Замечаете Какой Огромный Разброс Между Персами Именно в период Когда были испытания На Кейси Кейдж Панка И на Ассасин Джейд И на Нет На Джонни Кейджа Я еще застал испытания Вот на этих двух На Кейси Кейдж Панка И Джейд Которых сделали Алмазными Ну и также Некоторых других Персонажей Которых сделали Алмазными Я именно В этот период Когда на них Проходили испытания Я не играл Мортал Комбат Как вы знаете Я Начинал играть С 2015 Или 2016 Года По-моему 2015 То есть Когда игра Вышла буквально Через полгода Я начал играть В игру После этого Как бы Я Поиграл там Несколько месяцев И забросил Примерно на год Или даже на два года Ну вряд ли на два Где-то наверное на полтора Все таки То есть Не на два Но и не на один Где-то полтора года Я не играл И потом я вернулся И с того времени Я уже играл 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 Беспрерывно И до сих пор Как бы продолжаю играть В Мортал Комбат Меня в принципе нравится Но вот именно в то время Когда я отсутствовал Проходили как раз таки Испына Джейд На Кейси Кейдж Панка И прочих персонажей Которых в итоге Сделали золотыми И поэтому я не успел Им поднять Достаточно много Слияний Разве что Вот на Кейси Кейдж Панка Там наверное Пару Один раз испытание прошел И на Джейд И все как бы на этом Потом их сразу Алмазами сделали Возможно я даже пропустил На них испытания Когда-то Но это маловероятно Потому что я проходил В основном все испытания На всех персов Так что скорее всего Их просто не было За то время Когда я уже начал играть И вернулся в игру Так Дух Ермак Мелина пронизывающая И Двитая Рептилия Поехали Шестой матч уже Хотя нет Возможно я мог пропустить Испытание Потому что Когда я начал играть Я еще Во второй раз уже Я не сразу же Начал записывать Я до этого играл сам Для себя Некоторое время Чуть-чуть буквально Когда собрал первого Только себе Персонажа золотого На десятое слияние И золотых Серебряных персонажей Тоже собрал На десятое слияние Это всякие там Блети Как они называются Кенши Рептилии Прочие Вот И в те времена Возможно Проходили испытания На Джейд И Опять же Кесси Кейдж Панк Который я пропустил Потому что Тогда еще Не каждый день играл И не каждую неделю Даже Я играл так временами То есть Заходил в игру Поиграл Вышел И мог пропустить Случайно Какое-нибудь из испытаний Так Давайте мы поменяем Отряд А вот Когда я уже Начал записывать Вот с того момента Я уже перестал Вообще пропускать Любые бои Любые испытания Я каждый из них Проходил Так Нам пригодится Здесь Собственно Нам пригодится Здесь еще Одна Кесси Давайте мы возьмем Кесси Спецагент Вроде она Следующая у нас Я только не помню Какого населения Она Наверное Пятого Шестого Где-то Так Так Я ее пропустил Явно Явно Она не здесь Находится Где-то Подальше Так как Она все-таки Низкого Более Сли Так Не в ту сторону Тогда я мотаю Так Где-то здесь Она у нас Получается Находится Так Это Не то Вот она У нас Шестое Слияние Да Как я и говорил То есть Примерно И нам Понадобится Еще Атакующий Перц Это будет у нас Скорпион Поехали Бог крови Предательница Тания И смог Триберт Против нас Окей Сколько там У нас Осталось Пройти Боев Я точно Не уверен Но По-моему Около Девяти Боев Еще У нас Впереди То есть Сейчас Сыграем Три боя За Скорпиона Потом Три боя За Шалкана Еще раз Три боя За Шалкана После Просмотра Рекламы Я выбираю Слабого Персонажа Третьего Себе в отряд Чтобы прокачать Ему Подвиги Потому что У меня У персов Типа Терминатора Типа Скарлетов Разных И Типа Тремора И Кабалов Не сильно Еще вкачаны Подвиги Не на максимум Так скажем Но почти на максимум У одной Скарлетт По-моему Даже на максимум Но не помню Какой Поэтому я Играю за обоих За обеих Точнее Куан Чич Саб-зиро Этот Трибор И Китана Против нас Скорбная Неприятный перс Потому что Сразу же Врывается в бой И первый спецприем Юзает по большей части Я кстати не очень много записываю видео по Мортал Комбо В следствии Не такого большого количества времени у меня И не только что времени Я же еще играю в различные другие игрушки Сами понимаете В тот же День Эр В тот же Валкинг Зомби В тот же Мобайл Ледженд Мобайл Ледженд я очень много времени играю Каждый день играю Там трачу по 2-3 часа Времени на эту игру Но я ее редко записываю Из-за плохой оптимизации С программой записи В нынешнее время Раньше она Не лагала Особенно при записи Сейчас она достаточно сильно Притормаживает при записи И сложно играть А я играю в основном рейтинговые игры То есть я Кстати хотел как-то Выпустить видосы По Мобайл Ледженд Только в виде Матчей записанных игр Но это не так Во-первых интересно смотреть Когда ты уже знаешь И просто комментируешь То что происходило уже Это знаете Просто чтобы показать Допустим Какого-то перса Да Выбрать хороший бой Где ты хорошо отыграл за этого перса И показать его Сильной и слабой стороной То есть как ты вообще поступал В какой-либо ситуации Как надо в принципе Играть за перса Я хотел записать Допустим на того же Чонга Такой вот видос Я даже бой Отыграл нормальный И не один причем Я хотел три раза записать Я три боя отыграл за него Прям вообще идеально практически Но Я забыл У меня тогда еще и времени Опять же не оставалось На то чтобы записать это Все время нужно было записать Какую-то другую игрушку Сами понимаете Как бы Давайте возьмем еще Завоевателя Шалкана И нам нужна будет Одна из Последних Кэсси Ну то есть самая последняя Кэсси Кэсси Секретный агент Ну а в качестве перса Третьего Мы возьмем с вами Конечно же Нашего прекрасного Тремора ЧД Кстати Многим не нравится Говорят что медленный перс Мне лично очень нравится Я за него просто играл В войнах фракций И в команде Черного дракона И То есть допустим Была у меня команда Неплохая такая Сейчас после того как Сделали Эрона Блэка Стрелка тоже Черным драконом Эрон Блэк Черный дракон Я отыгрывал за Команду из Эрона Блэка Из Тремора Из Кабала МК-11 Ой не МК-11 А Черный дракон Команда в принципе Получилась достаточно Годная Сложно ей проиграть И В основном Основной урон В ней вносит Как раз таки Сам Тремор То есть Ни Эрон Ни Этот Ни Кабал А именно Большую часть урона Вносит в этой команде У меня Так я случайно Добил ее Блин Зря я конечно Это сделал Потому что там Слэшер Джейсон Вурхес А он воскрешается Два раза Лучше бы на него Стоило использовать Второй спецприем С добиванием Ну ладно Раз уж я Случайно Использовал его На другого перса Добью Слэшер Атак С кулачков Так собственно Изи бризи Изи победа Двигаем с вами далее На шалкане У меня уже вроде Стоит экипировка Подходящая Я играл сегодня Им в Чтобы выполнить Задание на рентген В конце Когда уже Заканчивал Играть сегодня Утром Ну знаете Обычное Рутинное дело Выполнение Ежедневных заданий И Квестов Сейчас короче Отыграем Еще получается Пару матчей За Шао И Останется Всего три матча Провести После просмотра Рекламы Следующий матч Поехали Ну вообще Можно здесь Просто прожимать Первые спецприемы По кд Потому что Противники Не обладают Каким-то особо Большим запасом Здоровья И 100% Отклеиваются От первого Спецприема Шао Поэтому Даже Необязательно Их Бить В начале Игры И пытаться Вынести Их Обычной Комбинацией Можно И просто Прожимать Спецприем 1 Если нету Конечно Всяких Дурацких Воскрешающихся Персонажей Типа Того же Джейсона Вурхиза В отряде Соперника Даже Не Джейсона Вурхиза А Джейсонов Вурхизов Потому что Они оба Воскрешаются Только Слэшер Воскрешается Два раза Обычный Джейсон Только Один раз Его можно Кстати Убить Бруталкой Шаукана Но как Это Бруталка Это не является По сути Полноценной Бруталкой Это является Особым Вторым Действием Спецприема 2 Но выглядит Как Бруталка По сути Можно сказать Первая Бруталка В игре Именно Была Ушао Ну давайте Мы не будем Особо Церемониться Просто Прожмем Еще пару Раз Первый Спецприем И закончим Очередной бой Победа Ези Бризи Я не помню Это последний Был бой Вроде за Шаукана Вроде бы Да Ну именно За эту Энергию Так Теперь нам Нужно Восстановить Энергию Мы с вами Продолжим Так что Сейчас я Восстановлю Энергию Вернусь К вам Собственно Посмотрел рекламку Восстановил Энергию Мы продолжаем С вами Проходить Испытание Осталось Всего Три Боя До Конца Башни Так что Поехали Время Разносить Лица Поехали Окей Джонни Джонни Кейдж Джонни Джонни Кейдж Поехали Я уже Жду Не дождусь Когда мне Отвалят Побольше Душ За это Испытание Сюда Как вы Понимаете У меня Уже Сепер Испытание На Десятом Слене Поэтому Я Прохожу Испытание В основном Ради Душ Неплохо Так Душ Просто Отцепают За Испытание Конечно Даже За все Три Испытания Можешь Заработать Гораздо Больше Душ Чем Дают За все Три Испытания В день Но Это Надо Прям Каждый День Каждый Час Точнее Выполнять Задания В режиме Заданий И Постоянно Устанавливать На персов Снарягу На Руководство Кару Или Типа 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 Чтоб Сокращать Время Еще Заданий Тогда Да Тогда Можно Реально Заработать За сутки Больше Чем Душ Дает В испытании Но это Надо Прям Вообще Чуть Ли Все Сутки Сидеть Выполнять Часовые Задания Каждый Час Как ты Выжила Вообще Надо было Прицелиться Первым Спецприемом Это Че-то Я Слишком Расслабился Так Очередная Победа За Шаукана В принципе Изи Бризи Получаем Косарь 900 И у нас Сейчас Вроде Финальный Босс Да Если Еще Одна Команда У Противника Будет Нет Финальный Босс Собственно 5500 Здоровья И 66600 Точнее 5500 Атаки И 66600 Здоровья Кстати Три шестерки Первые Окей Босс Джонни Кейдж С Комбат Кап Использует Футбольный щит Который блокирует Спецприемы Ооооо Даже так Серьезно То есть На него не будет Работать Спецприемы Это интересно А рентген Будет блокировать Он Мне вот это Интересует Давайте Попробуем Рентген Против него Использовать И посмотрим Заблокирует Ли футбольный щит Рентген Атаку Потому что Рентген По сути же Не является Спецприемом Ведь так Так что Давайте Попробуем Его Заюзать И заодно Проверим Работает ли Рентген На босса Или нет Я понимаю Завершающие Комбоудары На него Не работают Какие Спецприемы А вот Рентген Работает Ага Это мы в курсе Это мы поняли Окей Тогда с боссом Будет разобраться Все таки Проще Чем я думал Но В старшем боге Скорее всего С ним будут Некоторые проблемы Потому что Придется использовать Других персов Не только Шоукана Я думаю Ну давайте Получим Уже нашу Финальную Награду И 50 душ Во-первых За прохождение Башни 54 души 27 тысяч Монет За повторную Карточку Персонажа И Отлично Как для простого Смертного Вы с относительной Легкостью Преодолели Нормальную Сложность Сможет ли Ваша коллекция Воинов Справиться С испытанием Высокого Уровня Сложности Конечно же Сможет Итак Какие у нас Требования Только бронза Только серебрый Бронза Только серебряные Персонажи В вашей команде Должны быть Только персонажи Из преисподней Точно Такие же Требования В вашем Атрете Должна быть Кейси Абсолютно Идентичные Требования Предыдущему Режиму Сложности На высоком Уровне Сложности Никаких Собственно Других Ограничений Здесь Не присутствует Ну как-то так Окей Тогда будем Проходить Это уже В следующий раз А на этом Мы будем Пока что Заканчивать Так что Огромное Спасибо за просмотр С вами был Ник Удачи До скорых встреч Мы еще увидимся Пока-пока